Начнем с актуального. На 22 июля по Ямалу 175 новых случаев заболевания COVID-19. Большинство в городах. Подробности в нашем первом материале. Почти 350 человек выздоровели от коронавируса на Ямале за минувшие сутки. Это значительно больше, чем количество заболевших. На 22 июля таких 175. 45 из них среди вахтовых рабочих. Большая часть приходится на населенные пункты. В Новом Уренгое 32 новых случая. Больше только в Муравленко. К сожалению, есть и 4 летальных случая. Пациенты скончались в Новоуренгойской больнице. Самому молодому из них 45 лет. Остальные пациенты старше 50. Течение болезни было тяжелым и осложнялось сопутствующими хроническими заболеваниями. Несмотря на усилия медиков, спасти больных не удалось. На данный момент на Ямале госпитализировано 900 человек. 13 пациентов в тяжелом состоянии, 5 на ИВЛ. Тем временем в России ежедневное число заболевших продолжает снижаться. В среду это 5800 человек. Выздоровели почти 10 тысяч. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше многих других стран. Четыре российские вакцины от коронавируса доказали свою безопасность. Две уже на финальной стадии испытаний. Однако, по оценкам ученых, пандемия не отступит в ближайшее время и, скорее всего, продлится до Нового года. Вера Баранова, телерадио компания «Сигма» для НУР-24.